Действительно, эта зона непростая, в том числе для патолога, и тут есть о чем поговорить. Сейчас мы работаем в рамках классификации Всемирной организации здравоохранения. Она была опубликована в конце 2019 года. Это пятая редакция этой серии классификаций, и она имеет существенные отличия по сравнению с предыдущей версией. Как в плане структуры, так и в плане содержания, потому что мы долго ждали именно классификацию по этой локализации. Ее долго не было. И она, конечно, в себя вобрала все современные достижения и все знания, в первую очередь, которые касаются молекулярных характеристик образования. Грубо все образования печени можно поделить на доброкачественные и злокачественные. Первичные опухоли печени подразделяются на печеночно-клеточные или гепатоцеллюлярные и опухоли из желчных протоков. В классификации, помимо новообразований, находится еще раздел, посвященный фокальной надулярной гиперплазии. Есть оговорка о том, что, собственно, она не является истинной опухолью. Это не клональный процесс. Но в силу того, что это объемное образование может стимулировать образование печени, в ряде случаев требует как рентгенологической, так и морфологической дифференциальной диагностики с аденомами или более агрессивными печеночно-клеточными образованиями. Характеристики этой патологии также приведены в классификации. Известно, что это в основном женщины, женщины молодого-среднего возраста. Как правило, фокальная надулярная гиперплазия возникает на фоне неизмененной ткани печени. Но осложняется ситуация тем, что такие изменения могут сопровождать другие объемные образования и может встречаться фокальная надулярная гиперплазия вблизи аденом. И это, собственно, приводит к сложностям в дифференциальной диагностике. Но есть характеристики рентгенологические, которые в большинстве случаев позволяют с высокой степенью вероятности предположить этот диагноз. И на сегодняшний день показанием для биопсии является только атипическая рентгенологическая картина. Но большие изменения в классификации коснулись именно гепатоцеллюлярных аденом. На сегодняшний день классификация молекулярная, по большому счету. Мы видим, представлено четыре варианта. Собственно, они и называются в зависимости от того, какая перестройка в образовании выявлена. Это мутации в HNF1-альфа или мутации в гене бета-котенина, которые могут сопровождаться или не сопровождаться наличием инфламматорной реакции. Опять же, это определенная популяция пациентов. Это женщины детородного возраста в большинстве случаев. Гораздо реже гепатоцеллюлярные аденомы выявляются у мужчин. И вот может быть сложная для восприятия картинка, но, тем не менее, она наглядно иллюстрирует, что каждая из аденом, каждый из видов характеризуется разной частотой встречаемости, совершенно разным профилем молекулярных перестроек. Могут различаться по типу лучевых характеристик, которые встречаются в этих образованиях. То есть это гетерогенная группа как с точки зрения лучевой диагностики, так и с точки зрения морфологии, помимо того, что она гетерогена с точки зрения своей биологии. Кроме того, необходимо учитывать клинический контекст, который может в ряде случаев позволить предположить или даже поставить диагноз на более раннем этапе. Так мы можем видеть, что аденомы с мутацией в гене бета-котенина гораздо чаще встречаются у мужчин, чем другие виды аденом, и в том числе у мужчин, которые имеют метаболические заболевания либо принимают стероидные гормоны в силу различных причин, в том числе бодибилдеры. Помимо того, что имеются различия на уровне морфологии, существенным подспорьем в дифференциальной диагностике для патолога является экспрессия глютамин-синтетазы, которая является аберрантной и косвенным признаком наличия мутаций в гене бета-котенина. Но нас здесь интересует не просто наличие либо отсутствия экспрессии, но и паттерн экспрессии, то есть то, в каких именно клетках, в какой именно части образования выявляется окрашенный регион. И это ограничивает наши возможности при работе с малым биопсийным материалом, и мы здесь ограничены только тем, что мы имеем, и это может быть одним из источников неточности диагностики. Но и что самое важное, разные виды аденом ассоциированы с разным риском прогрессии до гепатоцеллюлярных карцином, хотя в целом риск прогрессии низкий, порядка 4-8%, но опять же именно аденомы с мутацией в гене бета-котенина имеют большую частоту прогрессии. Что касается злокачественных печёночно-клеточных опухолей, то здесь два вида, это гепатоцеллюлярная карцинома и гепатобластома. При этом вы видите, какое большое количество морфологических вариантов гепатоцеллюлярной карциномы на сегодняшний день выделяется в классификации. Это, опять же, не чисто морфологическое подразделение, это не просто разница в визуальных характеристиках образований, а это отражение различного молекулярного профиля этих образований. В них существенно различается как тип мутации, так и частота их встречаемости. Они также встречаются с разной частотой, те или иные опухоли. Как правило, эти опухоли возникают на фоне цирротической печени, потому что мы знаем, что гепатоцеллюлярная карцинома – это, собственно, опухоль, которая ассоциирована с факторами окружающей среды, как с вирусными инфекциями, так и с различными токсическими факторами, в том числе употреблением алкоголя. Ну, помимо того, что различаются молекулярные характеристики, морфологические характеристики, может отличаться клинический контекст. Так, если мы возьмем фиброламиллярную карциному, один из самых известных специфических подтипов гепатоцеллюлярного рака, то это, как правило, молодые люди в среднем 25 лет возраст, и, как правило, это неизмененная ткань печени на фоне этого образования. И прогноз. У этих образований в зависимости от их морфологии и молекулярного типа отличается существенно прогноз. Конечно, это основная причина их подразделения. Но нужно сказать несколько слов о том, как опухоль формируется в печени, и для печеночно-клеточных опухолей, как и для большинства опухолей и других локализаций на сегодняшний день является общепризнанной вот эта концепция этапной прогрессии, когда у нас есть предопухолевые или неопухолевые изменения, и через ряд шагов мы доходим до абсолютно злокачественного образования с неблагоприятным прогнозом. И в печени могут быть выделены диспластические фокусы, как правило, они имеют размер меньше 1 мм, диспластические узлы, которые подразделяются на диспластические узлы low-grade и high-grade, то есть низкой степени злокачественности, высокой степени злокачественности, то есть по выраженной дисплазии, и так называемые малые гепатоциулярные карциномы. Но эта характеристика позволяет подразделить эти прекурсоры или предшественники, или ранние формы не только размерные, то есть мы учитываем не только размер этого образования, но и его морфологические характеристики, опять же биологические, о чем я скажу позже. Но если мы посмотрим на малые гепатоциулярные карциномы, то они также подразделяются на два типа. Это так называемый ранний печеночно-клеточный рак и прогрессирующий, уже прогрессированный, прогрессирующий. То есть эти опухоли также отличаются своими макроскопическими и микроскопическими характеристиками и риском неблагоприятного течения в дальнейшем. Но если вы посмотрите на то, какие характеристики позволяют провести между ними различия, то невозможно их оценить на малом материале. То есть это материалы резекций, мы можем только так оценить и границы, и тип роста, он экспансивный, либо инфильтрирующий, наличие либо отсутствие капсулы, которая, как правило, все-таки это псевдокапсула, а не истинная капсула и так далее. То есть здесь наши возможности, опять же, ограничены, если мы имеем дело с биопсийным материалом, и только в совокупности данных, по совокупности рентгенологических и морфологических, можно выставлять диагноз ранней или малой гепатоцелулярной карциномы. Но эта прогрессия, как я уже сказала, не чисто морфологическая, не просто линейная или размерная, это прогрессия биологическая. Если мы посмотрим, какова частота выявления хромосомных, генетических аберраций, различных мутаций в уже полноценном гепатоцелулярном раке, то она существенно отличается от предыдущих этапов развития этих образований. Это касается не только структурных генетических изменений, но и эпигенетических изменений. Мы видим, как увеличивается доля метилированных генов по мере прогрессии почтно-печеночно-клеточных образований, а также повышается уровень экспрессии опухоли-специфических микро-РНК. Но тут невольно встает вопрос, почему бы нам не использовать тогда молекулярные методы для того, чтобы установить диагноз рака. Печеночно-клеточного, если мы имеем дело с ранним или малым образованием. Но если вы посмотрите, то частота выявления какой-то характерной мутации не превышает 60%, поэтому мы не можем использовать один простой тест, чтобы он обладал достаточной чувствительностью и специфичностью для выявления уже, безусловно, злокачественных образований. Но, безусловно, по мере того, как комплексные генетические тесты по типу высокопроизводительного секвенирования будут шире доступны для клинической практики, они будут, безусловно, эффективны в плане поддержки принятия решений относительно диагноза и потенциала злокачественности образований. Но нужно еще пару слов сказать о макроскопических проявлениях гепатоцелулярной карциномы, потому что они могут отражать разный паттерн прогрессии или диссеминации, либо различный патогенез этих образований. На сегодняшний день выделяют 4 основных макроскопических типа. Это единичный отдельный узел, когда образование представлено одним самостоятельным узлом, размеры его могут быть различны. Это не вызывает сомнений относительно того, что это единое образование. Но помимо доминантного узла могут быть множественные сателлитные узлы, как правило, размером меньше 2 см, вблизи доминантного узла. И, как правило, это является отражением внутриорганной диссеминации, как правило, гематогенной по системе портальной вены. Кроме того, возможно, диффузная презентация макроскопическая или циротомиметическая, которая напоминает циротическую перестройку печени. Это может быть несколько десятков или даже сотен мелких узлов. То есть такая презентация диффузная гепатоцеллярной карциномы тоже возможна. И она характеризуется, как правило, патогенетически ранней гематогенной внутриорганной диссеминацией. Ну и четвертый паттерн – это множественные отдельные узлы. И это очень важная история, потому что, как правило, в таком виде мы видим реализацию первично множественных образований, собственно, печени. Когда имеется несколько самостоятельных зачатков, это опухоли, которые могут существенно отличаться по морфологии, молекулярным характеристикам и прогнозу. То есть в такой ситуации нужно предполагать, что оценивать прогноз по единому узлу может быть не вполне адекватно. Нужно, конечно, сказать несколько слов о гепатобластоме, несмотря на то, что это опухоль детского возраста. Как правило, взрослой патологии мы с ней не сталкиваемся. Но, тем не менее, как и другие эмбриональные опухоли, к которым она относится, эта опухоль многокомпонентная. И, собственно, ее классификация отражает это основание, потому что она включает в себя помимо эпителиального еще и мезонхимальный компонент. И, как правило, в той или иной степени присутствует недифференцированный или, как, скажем, для опухоли почек мы называем его бластемный компонент. И сложность морфологической диагностики для этих образований связана с тем, что степень выраженности компонента и степень его зрелости может варьировать в очень больших пределах. И поэтому вариантов презентации морфологической и макроскопической, в том числе рентгенологической, очень большое количество. Поэтому это опухоли, которые могут выглядеть очень по-разному. И, с одной стороны, вот эта вот многоликость в пределах одного узла может быть тем, что поможет установить диагноз. И, с другой стороны, эта опухоль может симулировать другие образования, как эпителиальное образование печени и гепатоцеллюлярные карциномы бывают в педиатрической популяции, так и неэпителиальные опухоли печени, которые тоже могут быть в детском возрасте, скажем, эмбриональная саркома печени. И нужно сказать, конечно, несколько слов, что есть один из вариантов гепатобластомы, который называют смарк B1 и линия 1 негативной мелкоклеточной, недифференцированной гепатобластомой. На сегодняшний день это такая история неоднозначная, потому что эти морфологические характеристики аналогичны рапдоидной опухоли печени. Рапдоидные опухоли характеризуются потерей экспрессии вот этого маркера, который является одним из генов-модификаторов хроматина, и отличаются агрессивным течением вне зависимости от первичной локализации и подхода к терапии различны для рапдоидных опухолей и для гепатобластомы. Поэтому это такой вопрос, на который нет пока единого ответа, но большинство исследователей предполагает, что это, собственно, одно и то же. Ну, перейдем к опухолям билярного тракта или опухолям желчных протоков, здесь тоже спектр довольно большой. Что касается доброкачественных образований, то аденома желчных протоков – это, в общем, нередкая история. Как правило, они небольшого размера и солитарные, и инцидентально обнаруживаются иногда при оперативных мешательствах, в том числе по поводу других локализаций, могут вызывать подозрения в отношении вторичного поражения печени, но это абсолютно доброкачественная история. Часть из них еще называют гомортомами желчных протоков. Кроме того, при более выраженном фиброзном компоненте это образование называется аденофибромой. И, опять же, как и в других локализациях, концепция прогрессивного накопления морфологических изменений или повышения степени дисплазии также присутствует и в опухолях, и в прекурсорах опухолей желчных протоков. То есть мы можем столкнуться с интраэпителиальной неоплазией или дисплазией разной степени зрелости. И, что важно, в этой классификации выделяются отдельные интердуктальные папиллярные образования, которые могут располагаться в том числе в довольно мелких протоках печени желчных и могут создавать иллюзии о том, что это вторичное образование, либо какое-то злокачественное новообразование, но это может быть образование неинвазивное, в разной степени дисплазии, хотя и может быть ассоциировано в ряде случаев с инвазивной карциномой. Кроме того, описаны в действующей классификации муцинозные кистозные новообразования первично-желчных протоков. Это вполне объяснимо, потому что желчевыводящие пути имеют единый эмбриональный источник происхождения, в том числе и с поджелудочной железой. И, соответственно, зачастую опухоли этого региона объединяют единым термином гастропанкреатобилярного типа образования. И неудивительно, что в печени также описаны первичные муцинозные кистозные образования, как и в поджелудочной железе. Что касается злокачественных опухолей, то здесь, собственно, нужно остановиться в первую очередь на холангиокарциноме, которая подразделена на два типа. Немножечко я скажу об этом подробнее. Уточнены характеристики комбинированной гепатоцеллюлярной холангиоцеллюлярной карциномы. Но это, наверное, в большей степени должно быть интересно патологам, потому что сложности возникают по малому материалу, как правило, при различении недифференцированной карциномы и комбинированной карциномы, потому что при потере морфологических признаков той или иной дифференцировки эти опухоли могут иметь противоречивый иммунофенотип. Ну и нужно обратить внимание на то, что появился раздел нейроэндокринные опухоли печени, потому что и сейчас, в общем, это воззрение сохраняется. Первичные нейроэндокринные опухоли печени – это крайняя редкость. Очень большая редкость. Метастазы нейроэндокринных образований других локализаций, в первую очередь желудочно-кишечного тракта, гораздо более часто встречаются, в том числе они могут быть первичной манифестацией в виде очагов печени. Что касается самой классификации, то это единая рамочная схема, которая сейчас применяется универсально, вне зависимости от локализации нейроэндокринных образований. Они делятся на высоко дифференцированные или нейроэндокринные опухоли, которые могут быть трёх грейдов, грейд 1, грейд 2 и грейд 3. Низкодифференцированные нейроэндокринные опухоли или нейроэндокринные карциномы, которые могут быть мелкоклеточными либо крупноклеточными. А также вот это вот с созвучным названием категория – это смешанные ненейроэндокринные и нейроэндокринные новообразования. То есть это коллизионные опухоли, которые представляют из себя различные комбинации различных по степени зрелости нейроэндокринных структур, либо различных по зрелости эпителиальных структур. Тоже могут быть в печи, но крайне редко. Но что касается холангиокарциномы, собственно, внутри печёночных протоков, то вот это подразделение на тип из мелких протоков и тип из крупных протоков – это новость, которой раньше не было, и это очень важно, потому что помимо, опять же, биологических различий, различий по локализации в пределах печени, исходя из названия, действительно опухоль по типу крупных протоков имеет тягу к более крупным протоковым структурам, а из мелких протоков, как правило, выявляется в более периферических отделах печени. Тем не менее, это отражает и морфологические проявления, то есть размер протоковых структур гистологически, которые мы выявляем, и эти опухоли различаются, опять же, клиникопедемиологической характеристикой и прогнозом. Прогноз у опухолей по типу крупных протоков гораздо лучше, чем у тех, которые из мелких протоков, и в отличие от североевропейской популяции, в славянской популяции, в азиатской популяции опухоли из крупных протоков встречаются чаще, хотя и холангиокарциномы тоже встречаются чаще, чем в западноевропейских странах. Но в печени могут быть еще и неэпителиальные первичные опухоли, их спектр очень широк, и потенциал злокачественности их очень широк. Безусловно, гемангиома является одной из самых частых первичных опухолей печени. Остальные вызывают сложности как для рентгенологической, так и для морфологической диагностики, хотя иммуногистохимия сейчас в большинстве случаев позволяет нам установить диагноз. Существует целый ряд специфических мезонхимальных образований печени первичных, опять же тоже разного потенциала злокачественности, начиная от мезонхимальной гомортомы, заканчивая эмбриональной саркомой, которая в силу своего названия имеет недифференцированные морфологические проявления и представляет большие сложности для дифференциальной диагностики, потому что и фенотипически тоже может быть немой. Ну и безусловно, мы должны помнить о том, что самые частые опухоли печени – это метастазы. Как и для надпочечника, скажем, самая частая опухоль – это метастаз, а не первичная опухоль. И всегда, когда мы имеем дело с биоптатом образования печени, мы должны исключить первичную локализацию в другом каком-то органе. И здесь без помощи наших коллег-клиницистов, без клинической информации, без помощи наших коллег-лучевых диагностов, без данных лучевой диагностики всего человеческого организма, конечно, нам бывает очень сложно. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...